Жизнь на окраине цивилизации. Правда, судя по картине за окном, жители села Новотройского скорее уже за гранью. Нижнетовинский район. Внутри поселковые дороги. Там размывают каждую весну и осень. Нет должного освещения, проблемы с доставкой почты и с недавнего времени не работает ФАП. И это уже не какой-то медвежий угол. Село находится всего в 120 километрах от областной столицы. Когда туда дойдет цивилизация? Этим вопросом задача у Селены Старожук. Здесь не то, что людям не пройти. Техника вязнет. Дороги села Новотроицкого в межсезонье превращаются в вязкую жижу. Буквально на днях все подзастыло, как бы выпал снежок. Они прислали грейнер и он все поравнял. О капитальном ремонте жители и не слышали ждать старта дорожных работ. Они уже устали. Я 80-летняя старуха в 7 часов вечера шла через дорогу. Я растянулась. Вот меня надо было тогда сфотографировать. Не сейчас, а тогда. Вот такая галоши потеряла. Не могу найти. Я пришла вот так сейчас вблизи через дорогу от соседки к себе домой. Если в сентябре дожди, то все, мы оставляем детям машины. До дома не доехать. А если доезжаем, и вдруг дождь, приходится трактором тянуть. Но местные власти говорят, было и того хуже. Еще два года назад попасть в село было невозможно. В 2019 году закончили только ремонт дороги до переезда железной дороги. До железной дороги. И потом уже стал автобус в деревню заходить. Вот эта проблема была. Вот эту проблему очень тяжело, долго решали. Но решили. Работы ведутся. Нынче был отремонтирован участок улицы Дзержинской. Это возле школы Прощебинен. Но будут в плановом режиме. Походу будем дальше рассматривать, где первоочередно. В селе всего четыре улицы. Общая протяженность дорог около трех километров. И все они грунтовые. В этом году здесь сделали площадку для разворота автобуса. Правда, это единственное место дорожной цивилизации в селе, где живет почти 300 человек. Центром притяжения жителей Новотроицкого является вот этот сельский дом культуры. Здесь же рядом, за соседней дверью, находится ФАП. Вот только больше месяца он не работает. Фельдшеры, которые обслуживали население, вышли на заслуженный отдых, а новых не нашли. Вот и остались жители без медицинской помощи. Надо вопрос решить про медика. Почта плохо ходит у нас. Не можем заплатить вовремя платежи. Нет оператора, она не приезжает к нам в деревню. Вот уже на протяжении четырех месяцев мы испытываем такое неудобство. Не заплатить ни за газ, ни за свет. Вообще никаких невозможно. Нужно обязательно выехать в Тавду. О проблемах жителей в администрации района знают. Вот только сделать пока ничего не могут. Говорят, решить кадровый вопрос не так уж и просто. Молодежь на работу ехать в село не хочет. Да и предложить им нечего. За услугами приходится ездить за 40 километров в районный центр. И снова проблема упирается в дороги. Рады местные пока только приближающимся заморозкам. Лишь в зимний сезон они смогут проехать по сельским дорогам. Елена Старожук и Евгений Проскуряков. Тюменская служба новостей. И как сегодня стало известно, медицинский работник в селе Новотроицком будет. Вопрос удалось решить в короткие сроки. Мера, правда, временная. И вот как комментирует ситуация пресс-секретарь областного департамента здравоохранения. До полноценного решения кадрового вопроса нашли взаимопонимание с медиком, которая там работала. Сейчас она находится на больничном и проходит лечение. Но как только оно закончится, она будет вести прием пациентов в этом ФАПе по графику. Безусловно, кадровая служба работает постоянно. И поиск специалистов ведется на вакантные должности.